всем привет сегодня я хотел бы буквально на коротке затронуть адептов по занятиям дыхательными практиками скажем так я видел несколько нарезок из интернета занятий с тренировок по дыхательным практикам и поверьте мне то что выполняют люди тренера вот эти вот учителя так скажем они называют себя учителями то что выполняют они никакого отношения к дыхательным практикам не имеет обычные гимнастические упражнения обычные движения которые просто-напросто развивают мускулатуру укрепляют суставы и больше ничего к чему вернее почему я пришел к такому выводу во-первых люди 30-40 лет назад столкнувшиеся впервые с книгами с плохими перед плохими переводами литературы с востока о карате о кунг-фу отдыхательных практиках о йоге считали что это истина считали что это какая-то тайна которой они имели честь прикоснуться и нужно эту тайну постигать но они не отдавали себе отчета в том что эти переводы многие из этих переводов были сделаны к сожалению неправильно и авторы переводов не знающие терминологию допустим того же каратэ или кунг-фу они додумывали что-то от себя выдавая это как за истинный текст в приложении на русский язык точно так же случалось и с дыхательными практиками с дыхательными упражнениями я посмотрел в одной нарезке человек показывает людям своей группе как и называть себя адепты он показывает различные гимнастические упражнения при этом показывает им как нужно дышать и утверждает что это дыхательные практики из индийской из древней индийской йоги помогающие открыть тайные чакры набраться праны ну прана это воздух и закрыть те чакры которые могут быть наполнены в течение дня негатива люди ему свято верят люди ему слепо верят потому что считаю что этот человек действительно знает то что он говорит хотя со стороны посмотреть ну обычно люди просто пришли позанимались утренней гимнастикой скажем так но ведь никакого же отношения к дыхательным практикам и к чакрам вот то что они делают не имеет но просто когда человек 30 40 лет назад занимавшийся по фальшивым книжкам по левым книжкам неправильным переводом понимал что у него есть ошибки понимал что у него есть сомнения но спросить не у кого было он искал ответ на свои вопросы и с течением десятилетий так и не смог найти этот ответ все вот эти вот его ошибки все эти вопросы они сложились в один ком переросший в мощное убеждение того что он все делает правильно просто он раньше не понимал саму истину того что он делает и вот такие вот люди очень часто очень часто преподают то в чем они вообще не имеют никакого понятия будь то дыхательные практики будь то кунг-фу будь то допустим элементарная самооборона или еще что-нибудь просто я хочу сказать это потому что прежде чем люди вы будете кидаться в какие-то новомодные секции или клубы допустим клуб боевой индийской йоги или еще чего-то подумайте поищите сначала в источниках а действительно ли существует такое понятие как боевая йога или дыхательные практики открывающие позитивные чакры и закрывающие негативные все что я хотел вам сказать всем пока